МАГАЗИН ДЛЯ БУДУЩИХ Тем скоро она появится на свет. Но будущая мама не ждет пассивно, когда наступит это время. Елена ходит на курсы, где ее научат, как себя вести во время родов и что делать с ребенком. И потихоньку начинает готовить малышке ее первые собственные вещи. Сегодня соберем аптечку. Что пригодится младенцу, когда он появится на свет? В интернете полно статей на эту тему. Елена решила отправиться на мамский форум, где общаются и делятся жизненным опытом на любые темы жительницы Уссурийска. Кому-то пригодилось одно, кому-то другое. Лена решила выбрать все и обсудить каждый пункт в аптеке. Благо, особенное положение участницы проекта позволяет Елене поговорить с фармацевтом на короткой ноге. Я по рекомендациям более опытных мам составила список медикаментов, которые нужны при рождении ребенка. И хотела у вас спросить, нужно ли все это или что-то можно исключить. Вот, например, фуруцелин. Нужен он. Фуруцелин, он идет у нас в таблеточках, растворяется, готовится свежий раствор для обработки глазок. В идеале в арсенале мамы должны быть только средства по уходу за карапузом. Ватные палочки и диски, перекись водорода для размягчения пупочной ранки и зеленка для ее подсушивания. Пипетки, но можно и без них. Детское мыло и присыпка. Крем или масло для смазывания складочек. Все эти вещи можно купить по отдельности, но не зря же аптечный пункт, куда пришла Лена, называется аптечка. В аптечку матери и ребенка входят средства первой необходимости для обработки ребенка. Лекарственный набор у каждой мамы свой. Пробежимся по основным пунктам. У меня есть список испумизан. Зачем он нужен? Испумизан при коликах и болях в животике у ребенка. Помимо испумизана еще можно бэбикал и плантекс, чай. Какое из этих средств поможет, узнать сможете лишь попробовать. Иногда от коликов спасает изменение рациона мамы. Или если она вместо ребенка пьет специальный чай. Испумизан, он идет прямо с рождения? Да, да, идет с рождения. И блантекс, чай с рождения. И боли бикал. И боли бикал тоже с рождения. Да, с рождения. При расстройствах кишечника в списке у Лены смекта эндеросгель, активированный уголь. Фармацевт Наталья Васильевна сказала, что большинство родителей останавливаются на смекте. Для ухода за кожей мамы рекомендуют отвары череды и ромашки. Противоаллергическим снимают аллергию, покраснения различные. Заживляющим действием. А вот средства наших бабушек марганцовку лучше не использовать. Одна нерастворенная крупинка может вызвать ожог кожи или того хуже сетчатки глаза. Более серьезные средства – мази и кремы, десятин, пантенол и ижи с ними. Это некие спасатели для кожи при порезах, опрелостях, трещинах. Если заложен маленький носик, ищите капли специальные для младенцев. Самые популярные – називин. А носик можно промывать, например, в той же соленой водичке. Аквамарис капель для детей до года идут. Тоже с рождения. Для промывания, да. Но можно использовать и физраствор, а также солин, отревин, маример и подобные средства. Антиаллергическая у нас капли финистил. А они-то зачем? Оказывается, аллергию могут вызвать будущие прививки. За два дня перед и два дня после и нужно принимать это средство. Реакцией на вакцину может стать и повышение температуры. Не обойтись без жаропонижающего. Маму посоветовали иметь лекарства с несколькими активными компонентами. Например, нурофен и панадол. Бывает, что какой-то не действует. Еще один нюанс. На компоненты жаропонижающего сиропа может быть аллергия. Выход – тоже средство, но в виде свечей. Понадобится и термометр. Бывают такие вот термометры, которые за минуту измеряют в виде соски, пустышки ребенка. То есть даже электронные, да. Температура может быть вызвана и прорезывающимися зубками. А без боли десны помогут бэби-доктор или колгель. А смазывать как вот пальцем? Прямо пальцем надо. А есть вот специальный наборчик для детей от нуля до года он идет. Там, входит туда, на палец одевается такая вот щеточка. А если бинтиком можно вот обедать? Можно и бинтиком, да. Лена, которая пользуется лекарствами крайне редко, после похода в аптеку в легком шоке. Ну, я не предполагала, что, допустим, если ребенку делают прививку, что нужно принимать лекарства до прививки и после, чтобы не вызвать аллергию. То есть это для меня такое открытие. На все про все можно потратить около 2000 рублей. А можно покупать лекарства по мере необходимости. Впрочем, мы верим, что дочку Лены болячки будут обходить стороной. Следующая серия заставит поволноваться всех, кто переживает за нашу героиню. Третье УЗИ вызвало у будущей мамы тревогу. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова